Килограмм осетрины сейчас стоит 500 рублей. Раньше в эту сумму закладывался процент на развитие завода. Сейчас этих денег не хватает даже на обеспеченные деятельности завода. Товарную рыбу, так на заводе называют осетров, весом до полутора килограммов, вывозят в основном в столице. А мальков реализуют на всей территории нашей страны. Канаковские осетры плавают во многих водоемах России. Если взять устанаж, вот я буквально сегодня делала отчет, почти 50 тонн. Вот таких мальков у нас сейчас больше тонны. Товарные рыбы у нас где-то порядка 18-19 тонн, 11 с небольшим тонн у нас производителей ремонта. Но мы могли бы выращивать больше, но мы ограничены площадями. Выросли не только цены на корм, увеличились тарифы на электроэнергию, на тепло, а реализация наоборот снизилась. Не по карману многим стали канаковские осетры. В этом году предприятие еле выживает. В общей сложности завод задолжал по счетам 4 миллиона рублей. Завод попал в достаточно тяжелую ситуацию. В первую очередь по долговым обязательствам. Перед энергетическими компаниями, перед городом Конаково, перед тепловыми сетями. Это в первую очередь самые большие долги, составляющие порядка 2-3 миллионов рублей. Единственное, я могу выразить благодарность и энергетикам, и тепловикам, хотя бы за то, что они не привели к отключению нашего завода. Быстро выплатить долги предприятия не в силах. Казалось бы, и есть государственный заказ на достаточно большие суммы по выпуску стерляди в естественные водоемы. Это одна из составляющих завода. Но деньги поступят только этим летом. Этой суммы не хватит покрыть все долги предприятия. Долги растут каждый месяц, а рыба достаточно медленно. Наш институт должен тоже очень большие деньги, в первую очередь по налогам. Вот у нас в данном случае сейчас арестованы все счета. Ну и мы практически еще больше как бы зависаем по неуплатам долгов. А нам нужно еще кроме этого корма, соответственно. Нам надо как бы исправлять некоторые технические возникающие проблемы на заводе. Завод очень старый, изношенность фондов 80%. Капитального ремонта здесь не было со дня образования предприятия. А сейчас оно нуждается еще и в расширении производства. Завод был построен на федеральные деньги и полностью финансировалось федеральным бюджетом. Сейчас этого нет. А так как предприятие является еще и филиалом института, оно не имеет тех льгот, как обычные сельхозпредприятия. Одна надежда на федеральное агентство Росрыболовства, на их помощь, говорит временный руководитель. Ведь развитие рыбной отрасли сейчас стало приоритетным направлением на ближайшие годы.